Всем привет! С вами Сергей Проект По, и у меня в руках книга Тедеста Фанзон. Называется книга «Притяжение», автор Дженнифер Фэннер Уэллс. И это вторая книга цикла «Слияние». Вот книга вышла в суперобложке, как она выглядит без неё. Опять же, тут анонсирована уже следующая книга, которая будет называться «Слияние», собственно, как и название всего цикла. Если вы помните, я про первую книгу рассказывал, у меня был у неё злообзор, и я не очень был доволен, потому что ожидал гораздо большего от неё. Из-за рекламы, из-за обещаний на обложке я ожидал гораздо большего от первого тома, поэтому был немного разочарован. К покупке второго тома я подошёл очень осторожно, я обещал, что обязательно прочту, тем более я слышал, что второй том гораздо интереснее, и теперь, прочитав его, я в этом убедился. Действительно, второй том гораздо интереснее читается, чем первый. Мне понравилась эта история, мне понравилась... Я вообще люблю ксенофантастику, и здесь мне очень понравился сюжет, понравилось взаимодействие, понравились вообще все персонажи, но сейчас я расскажу про это поподробнее. Итак, основной сюжет. Тут будет небольшой спойлер первой части, но если не обращать внимание на это, знайте, что наша главная героиня, как вы помните, капитан, лингвист, которая стала владельцем корабля с инопланетной технологией, и она решила доставить то существо, которое жило на этом корабле, доставить, собственно, родственникам, доставить его туда, откуда они прилетели на нашу землю. Роман начинается с того, как капитан корабля Джейн принимает решение отправиться на родину Брайя, этого осьминожка. Это вообще один из любимых моих персонажей. Это существо, которое обитает внутри корабля, то есть он выглядит как осьминог, можно сказать, плавает, он обладает очень многими способностями, у него супер мозг, супер интеллект, и он, собственно, управляет кораблем, может делать свои расчеты, и он служил более высшей расой, чем люди, например. Но теперь, связавшись с людьми, он понимает, что все-таки можно выстраивать немного другие отношения, и вокруг этого тоже будет крутиться сюжет. Вообще здесь несколько будет сюжетных линий. По сути, место действия будет, это корабль, это планета, родина, откуда корабль этот, собственно, прилетел, и, собственно, все. То есть это вот главное место действия основного сюжета. Но при этом будет интересно смотреть, во-первых, за тем, как развиваются отношения внутри команды. Если раньше это был конкретный минус, потому что, на самом деле, отвлекали вот эти душевные метания капитана, там, взаимоотношения с членами командами, там, какая любовь там невозможна, невозможна, эта любовная линия реально напрягала. Здесь, слава богу, автор откинул эту линию в сторону, то есть она никак не влияет на сюжет, и здесь вскользь про это говорится, на самом деле не делается на этом упор, и это действительно очень плюс. И мы следим скорее за развитием, за мыслями вот этого существа, я буду называть его осьминожек, который вот думает, мыслит, меняет свое отношение к команде, к людям, вообще к человечеству и ко всему. Плюс, естественно, нас волнует главная тайна, из-за чего, собственно, и полетела наша главная героиня, полетела туда в космос, полетела на родину, чтобы узнать, кто стоит за этим геноцидом, за тем, что уничтожило всю команду, уничтожило всю команду, уничтожило всю эту расу, кто тут был на этом корабле. И когда они прилетают на родину, узнают еще одну страшную тайну, и понимают, что вообще все это грозит всему человечеству, и что существует вообще мощный враг, который может все уничтожить, и с этим тоже надо как-то сражаться, бороться, надо искать способы решения этих проблем. Плюс еще на той планете интересный будет контакт с инопланетянами, какие у них взаимоотношения, особенно после того, как мир потерпел какую-то катастрофу, как они выстраивают свои отношения, как они собираются строить общество, на что делается упор. Реально видно культурные различия между людьми, между мышлениями у людей и этой расой. Вообще, как они относятся, не знаю, к внешнему виду, все культурные ценности у них немного другие. Вот это действительно было интересно. Роман читается очень легко. Я действительно прочитал его за несколько часов, просто пролистывал, потому что он не провисал. Немного вот эти любовные линии отвлекали время от времени, но все равно основная линия, основные приключения, длились очень хорошо. Все слова «приключения» очень хорошо подходят к этому роману. Я бы сказал, что это приключения в фантастическом антураже. То есть приключения команды, которая отправляется, чтобы помочь вот этому осьминожке, и потом в результате понимает, что тут глобальнее все, совсем глобальнее, и надо со всем этим разобраться. Мы узнаем, на самом деле, кто стоит за этим вирусом, который вот столько вреда унес. Я бы даже сказал, что эпическая битва в конце романа. То есть, по сути, роман, можно сказать, имеет промежуточный финал. Он самодостаточный. То есть мы знакомимся с персонажами, которые прилетают, разбираются с проблемой, и потом решают, что делать со всем этим дальше. Но читать, естественно, лучше сначала первую книгу, чтобы немного въехать, можно сказать, там, затянувшись в такое вступление. Потом здесь уже пошло активное действие, здесь уже пошла какая-то движуха, я бы так ее назвал. И после этого, я надеюсь, будет шикарная точка поставлена в третьем томе. Дождусь его, и я рад, что я эту книгу все-таки прочитал после вот первого разочарования от первой книги. Здесь, возможно, еще сказалось то, что я думал, что книга будет слабой, и как-то вот скептически ко всему отнесся, но книга, на удивление, читалась легко, и поэтому я рад, и поэтому отзыв у меня довольно высокий. Это уже ближе к семерке, хотя я посмотрел отзывы некоторых, там начинают тоже опять минусовать, считают, что книга точно такая же, как первая. Нет, я считаю, книга действительно и автор подростки, книга хорошо написана, действительно лучше, чем первый томик, и вполне ее рекомендую, и буду надеяться, что продажи будут хорошие, и следующая книга все-таки выйдет, выйдет на русском языке, и мы узнаем, чем вся эта история закончится. Вот такой у меня получился отзыв, действительно позитивный, потому что книга мне понравилась. Итак, это роман «Притяжение» от автора Дженнифер Фейнер Уэллс. Не ожидайте здесь слишком много научных фактов и так далее, здесь будут использованы какие-то такие ходы, тот же лифт, например, не понравится, межпланетный и так далее, но про это я это воспринимал немного так скептически, это был просто антураж, то есть я на самом деле следил за приключениями наших главных героев, как они выпутаются с этой ситуации, какое решение вообще вот этой проблемы глобальной, которая стоит и перед кораблем, и перед человечеством потом глобально. В общем, сюжет понравился, читайте хорошие книги. С вами был Сергей, проект ПО, пока!